Поздравляю с рождением ребенка и с получением сертификата. Сертификат на получение материнского капитала получает семья Косовых. Анна и Сергей стали родителями 23 февраля. Сына назвали Максимом. О том, что могут рассчитывать на помощь от государства, узнали, когда смотрели послание президента. Возможность решили не упускать и обратились в пенсионный фонд. Документ оформили очень быстро. Все очень быстро, буквально в течение 15 минут. И на следующий день нам позвонили, сказали приходить за сертификатом. Для нас была это полная неожиданность. Не знали, что так все реально может у нас быстро происходить в стране. В семье Юлии и Сергея Цовма первенец родился в конце января. Молодые родители также решили подать документы. Деньги маткапитала планируют направить на покупку жилья. Было вообще неожиданно. На самом деле так и было. Плюс подарки, когда были в роддомах для первенцев, это тоже было очень приятно, неожиданно. Будем решать квартирный вопрос. Уже присматриваем, прицениваемся, как говорится. О введении материнского капитала за первого ребенка президент объявил 15 января. Согласно поправкам, за второго ребенка будут выплачивать 150 тысяч рублей. Суммарно за двух детей семьи могут рассчитывать на помощь от государства в размере 616 тысяч рублей. Обратиться к нам можно абсолютно просто через личный кабинет на сайте пенсионного фонда. Мы сейчас вообще переходим в проактивный режим. И семьям уже не обязательно отрываться от своих деток, приходить в наши клиентские службы. Но мы их всегда рады видеть. Но тем не менее упрощается сама процедура подачи заявлений в пенсионный фонд. И сертификаты мы уже сможем выдавать в электронном виде, разместив их в личном кабинете на сайте пенсионного фонда. Семье нужно только зарегистрироваться на портале государственных услуг. Семьи, где первый ребенок уже был рожден до 2020 года, после появления на свет второго малыша, тоже получат маткапитал в увеличенном размере. Президент также пообещал ежегодную индексацию обеих сумм. Сама программа выдачи маткапитала продлена до конца 2026 года. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События.